Значит, сейчас стала информация поступать из Европы, там итальянцы взбеленились и взбесились, потому что и греки, и итальянцы в основном на себя принимают удар этих мигрантов. Там, значит, полно плавает кораблей так называемых неправительственных организаций, которые помогают и спасают несчастным беженцам. Теперь, значит, спецслужбы Италии говорят, ребята, ну что вы нам тут гоните? Эти ребята, они посредники, они еще бабло на этом зарабатывают, и за всем за этим стоит никто иной, как Сорос. Сирийский кризис, да, ведь все было здорово, начали уничтожать города, ковровые бомбировки высокоточным оружием. Да, мы видели, как взлетали самолеты с бомбами 60-х годов, ну хрен с ними, с фугасными причем, запрещены конвенциями. Начался поток мигрантов, кризис, в Европу вот так вот шатает и тому подобное. За всем стоял тоже Сорос, ну а в лес отзывницы Путин. Идея была в чем? Сейчас мы под Насрем в Сирии, и ИГИЛ там еще повзрывает что-нибудь в Европе, и все тогда с нами сядут за стол переговоров, потому что много раз говорилось, что вот у них ИГИЛ все взрывает, а бороться с терроризмом есть не хотят. Не сели. Что мы сейчас будем делать? А мы сейчас будем медведя другой палкой тыкать, мы сейчас будем тыкать этим уродом в Северной Корее, ну просто урод. Как он там расстреливает людей, генералов, всех остальных, ну дебил, вырождение рода. Ну что-то тыкают, тыкают, ни пиндосы, ни европейцы не покупаются, а угрожают чуть ли там стереть в порошок вообще этого урода. И тут значит урод взрываем. Большой девайс, да, очень большой, потому что вот смотрите, нам говорят, что там было 8-100 килотонн. Ну официальная версия. Значит смотрим. И в то же время говорят, что землетрясение было магнитудой 6,3 по Рихтеру. Ну вообще полно табличек, которые сравнивают магнитуду и количество высвобождаемой энергии, тех же килотоннных. Ну конечно это все оценочные, геологические суждения, бла-бла-бла. Но 6,3 это мегатонны, а не килотонны. Значит, кто этому уроду дал такой девайс? Есть две страны, которые его окучивают, это Россия и Китай. Чего добились эти две страны? Ну они добились очередной геополитической победы. А именно размещение системы ПРО в Южной Корее. Китайцы вдруг это осознали, уже начинают выйти кричать. Там начали давить на правительство Южной Кореи. У них какую-то отжали, выжали гостиничную сеть. Южнокорейскую, не помню, лотто по-моему. Из Китая, когда они только собирали. Началось размещение патриота, тогда еще патриота. Ну ладно, южнокорейцы отработали задом, типа все, прекратилось. И тут этот идиот взрывает, и ракеты запускает, и взрывает. Теперь там размещают ад. Все. Вы можете своим ракетам поцелать в жопу, да, и китайские, и россиянские. Более того, принято решение, Трамп подписал бумажки, и Южная Корея согласилась. Теперь там будут размещены нюки американские ракеты, без ограничения полезной нагрузки. Ребят, подлетное время до Пекина от Южной Кореи какое? До того же Пекина. Или до Москвы. Ну вы пернуть не успеете, на вас же свалится. Молодцы, это просто гениальная многоочковочка китайцев и россиян. Я просто аплодирую, стоит. Как с Крымом, да? Чего добился Путин, если так разобраться? Во-первых, ВПК европейский, западноевропейский, американский. Ну, как-то вот Обама там резал бюджеты, в Европе вообще резко сокращали армию. НАТО была уже практически ни в чем на организации, в какой-то Афганистан влезли только, чтобы как-то там, чтобы выделяли им деньги, еще чуть-чуть. То есть, ну, организация умирала, она потеряла смысл существования. А тут, нате, фига себе, медведь проснулся с бодуна. Нормально, ВПК Америки просто счастлив, западная Европа кипятком пистьют и генералы ВПК. Во, у нас есть такой офигенный враг, давайте гоните бабло, иначе они завтра будут в гребаном Берлине. Значит, хохлы собирались, как нам говорили, Крым превратить в базу НАТО. И ракеты, прямо там вот были бы натовские ракеты. Чувак, теперь у тебя есть земля, ты уже окружен, дивизии американские были переброшены в Восточную Европу, парыотом установлены. Чего добился? Ну, добился того, что, еще раз, вот, каждый Новый год ВПК американский должен Путину ящик «Кристалл Империал» посылать. Спасибо, друг! Так и здесь, ну, чего вы добились, ну, вот вы тыкаете палкой медведей, ну, ребята, клетка-то открыта, вы что-нибудь заметили? Клетка открыта, вот сейчас он... А этого самого дурачка его замочат, этого ублюдка замочат, просто Ким Ирсен, его... Ким Ирсен Ирвей, как его там? Чучат Унь. Унь. Да, у них же имя, у них имя в конце. Его просто замочат, потому что Олимпиады скоро в Сеуле, ну, в следующем году зимние. И... Послушайте, понимаете, это вот все эти вопли и крики о том, что какая-то ядерная война, какие-то жертвы, какая в жопу ядерная война, у него средств доставки нет. Все допотопное, все это сбивается. Единственное, что он может сделать, это воплотить мечту товарища Сахарова-Супермана, да? Погрузить себе девайс на подводную лодку с камикадзе, который своими людьми у вождя готовы на все, и попытаться доплыть конец Сан-Франциско. Если получится, то будет такой фейерверк. Но после этого там и Китай, и часть России там просил сравнять, нахуй. Просто там будет радиоактивная пустыня. Понимаете, потому что есть компонент полезный идиот. Вот сейчас этот ублюдок используется как полезный идиот. Но он же неуправляемый, понимаете? А сейчас вот скажут ему, знаешь, дорогой, мы все-таки решили присоединиться к санкциям против тебя, потому что мы тебя просили вот этого не делать, а вот ты как-то все это начинаешь делать. Ну, у него будет приступ какой-нибудь, я не знаю, и отдаст приказ, и что. Они же его не контролируют. Его контролируют только вот больной человек. Просто больной человек. Человек, который расстреливает там генералов, еще просто ему прикольно поживым людям стрелять. Ну, понимаете, там вырождение, там его дедушка, да, который у них там светильник, да, этот майор, чекист был корейский. Как там все это начиналось-то, знаете, наверное, историю. Он отличался, скажем так, живодерскими наклонностями, как показывают архивы. Поэтому с такими людьми, ну, не играют, ну, не дают им такие серьезные игрушки. Ну, это как обезьяне дать гранату. Ну, у нас чекутов выдернет. Вы что делаете? Ну, ладно. Страшно вообще. Не то, что страшно. Хорошо, что мы живем в европейской части. Здесь точно бабить что-нибудь. Потому что все унесет на Западную Европу, мне при Господе. А там, фух. Если вот он что-то сделает, вот его просто сотрут в порошок. И никто ничего по этому поводу сделать не может. Потому что американская армада, это страшная армада. Это, во-первых, армия, которая постоянно тренируется на чем-то. Они постоянно воюют. Во-вторых, просто технологическое превосходство, его тяжело, его даже тяжело объяснить. Ну, вот, хорошо, вот в 82-м году израильтяне, ну, американцы, да, скажем так, ну, они сильно помогали израильтянам. Они за два дня уничтожили советское ПВО и советский ВВС, сирийский ВВС. За два дня. Потеряв, по-моему, один фантом. Это первое в истории применение беспилотников. Все было уничтожено. Как нам говорят, ну, потому что там, мол, сирийцы сидели, тупые, да. А вот если бы наши спецы, не на, а там сидели наши спецы. Все было уничтожено. Практически Сирия потеряла все, что было дислоцировано, все дивизионы ПВО, которые были дислоцированы в Ливане, они были уничтожены. Даллас к сути, все. С того времени, как мы видим, наша наука, технология, промышленность, они деградировали. Ну, какие-то наработки еще вот протворялись жизнь, но деградация. Там же, ну, там вообще-то все шло вперед с ювелими шагами. Единственное, что, возможно, как-то сейчас все сдерживают американцев, это те намеки на то, что, возможно, их систему GPS взломали. Потому что были сообщения о том, что в Черном море, около берегов Геленджика, несколько сухогрузов вдруг себя обнаружили в аэропорту. Там, по-моему, 10 километров от береговой линии. Ну, это как около Кремля едете, вы вдруг, оказывается, во внуков. То же самое. Ну, тут GPS взломали. Но это то гражданский GPS, а те-то суда пользуются, правда, тоже гражданским. Ну, не знаю, вот, может быть, это их останавливает, черт узнает. Но, с другой стороны, дело в том, что у них все бяки-кули-бяки, они еще работают на гироскопах тоже. Там головка стоит гироскопических платформ. Ладно, не будем, а грустно, потому что все это может закончиться, не скажем так, ни кем-то глобальной войне, но никакой глобальной войны не будет, потому что все будет закончиться очень быстро. Еще раз говорю, технологическое превосходство, оно, ну, просто дикое. Китайцы тоже, ну, все эти разговоры о китайской армии, да, они тратят огромные деньги на свою армию, да, там новое вооружение, новая система вооружения, постоянное учение, хорошее все, все обученные, якобы, и хорошо экипированные. Но мы помним эти разговоры про непобедимую и легендарную тоже, да, когда перед озвалом Совка, а потом что творилось в Грозном и что творилось в Течне в Первую войну. Армия же это что? Это сержанты и генералы. Сержанты могут быть хорошие, а вот с генералами, я думаю, что у китайцев проблемы тоже, потому что у них общество такое же, как Совок. Ладно, не будем заниматься геостратегией, бесполезно. Потом, понимаете, у китайцев есть одна такая проблема большая, и по жизни, и вообще. Эти дурачки построили самое крупное в мире гидросооружение, дамбу, трех ущельев. Значит, если с этой дамбой что-то случается, ну, по-моему, там подтопляется, уничтожается чуть ли не 50% экономики и примерно такой же процент населения. Поэтому, фиг ли тут думать? Ну, ты тут решил наши сходники позбивать, да, вот тут два сходника долбанули, исчезли, ну, не исчезли, а на геостратегической орбите. Ты решил их позбивать, ты решил с GPS. Ну, а мой ночь остался, пролетит этот лотинка пару раз, знаешь, что ты так на низкой высоте, чтобы был звуковой бум, все. И ты все поймешь, что у тебя останется. Игра пошла такая серьезная и... Да не грустно, понимаете, еще, я не нагнетаю. Вы задаете вопрос, я вам даю ответ. Вот у Китая есть одна большая стратегическая проблема. Готово ли Политбюро Китая за дело умирать? Может, шизы какие-то готовы, но, скажем, их же охранники, они же тоже там генералы, да, у них тоже есть ксива, они тоже уже бабло давно вывели. Там ситуация по коррупции, она еще такая, как у нас. По количеству коррупционеров и чиновников, на душу населения, там все нормально, бесполезно их расстреливать. Им-то за что умирать? Они только жить начинают. Вот-вот, только начали жить, там им по 50-60 лет, при этом совке ничего не имели, служили, а тут бабло поперло, бабы, особняки, дети учатся где-то. За что умирать, за этих старых пердунов? Да ну нахрен лучше его пристрелил. Ну, везде же люди, понимаете, фанатов-то не осталось. Так и посмотрите на генералов этого, сена Кореи. Ну, там же, я не знаю, из них песок сыпется. Ну, вот, одно дело, индоктринированный народ, да? Но ведь есть все прослойка, которая обслуживает верхушку. И там у них уже начинают внедряться рыночные отношения, там уже все нормально, там все как в совке, да? Одно дело официоз, другое дело реальность. Им за что умирать? Вот эти вот прослойки, которые, грубо говоря, обслуживают и охраняют. Не за что. И там, я думаю, уже давно стоит вопрос, собственно говоря, кто примет правильное решение, того будет иммунитет. И все блага. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!